здравствуйте дорогие друзья сегодня мы говорим про проблемы личной гигиены у детей с аутизмом раз и прочими подобными диагнозами говоря простыми словами поговорим про горшок и про трудности приучения к нему таких детей эта тема в обществе обычно замалчивается и многие родители таких детей часто остаются без помощи один на один с проблемой многих детей это проблема к счастью с годами как-то решается сама но тем не менее все равно есть достаточно большое количество детей которые так и вынуждены пользоваться памперсом уже и в старшем возрасте и иногда даже его взрослым что в общем весьма печальный момент сейчас мы поговорим о том почему же это вообще происходит и можно ли что-то сделать во первых родители не должны винить себя я знаю большое количество матерей которые несколько лет бились над проблемой приучения к горшку без всякого прогресса и скажем так это для них является довольно большой психологической травмой они себя чувствовали эти матери очень фрустрированными и причин для фрустрации собственно несколько часть из них очевидны они вытекают из природы самой проблемы часть это результат отношения общества к этим детям и к их родителям очевидно что если ребенок скажем полтора года пользуется памперсом то на это смотрится нормально если ребенок в 3 в 4 и в более старшем возрасте вынужден все еще пользоваться памперсами и не умеет пользоваться горшком то это само по себе в общем довольно скажем так фрустрирующий момент и это очень неприятно как и физически так и морально во первых мать должна все время ухаживать за этим ребенком то есть у нее нет ни минуты свободного времени она все время отслеживает чистый ребенок или уже его нужно срочно мыть и менять при этом пока он маленький остается надежда что вот-вот что-то изменится вот-вот ребенок начнет понимать что нужно пользоваться горшком туалетом и прочее а годы идут и ничего не улучшается а если вдруг улучшается то какое-то время то вдруг потом идет откат из-за чего-нибудь или просто вообще без причины то есть это само по себе очень такая напрягающая ситуация наше общество еще очень любит требовать от матерей самопожертвования то есть абсолютного такого то есть что мать должна вот все делать для ребенка и даже не должна думать о себе и не должна там испытывать каких-то негативных моментов ну скажем так это называется какой-то недостижимый идеал потому что все матери живые люди и естественно им неприятно чем старше становится ребенок тем разнообразнее его рацион тем скажем так это все более и более физически неприятно потом опять же у памперсов имеется денежная цена и весьма немаленькая и если скажем памперсы маленького размера еще цена более-менее скажем так приемлемая то чем больше размер памперса тем это все дороже и тем меньше памперсов упаковки тем чаще их нужно покупать в общем короче это весьма накладно то есть если ребенок не способен пользоваться горшком то это проблема реальная для всей семьи ну и естественно имеются косые взгляды окружающих а иногда и не только взгляды я вот всегда удивляюсь когда слышу истории про то как некоторые люди подходят к таким матерям не для того чтобы предложить помощь для того чтобы попрекнуть ее и объяснить что она не умеет воспитывать своего ребенка и вот она такая сика и как она вообще могла и допустила и понятно что это тоже очень такой фрустрирующий момент я таким матерям всегда предлагаю предложить таким советчикам взять этого ребенка к себе на недельку и воспитать как на почему-то желающих нету так что неудивительно что матери детей с такими проблемами чувствуют себя психологически плохо и в общем нужно эту проблему как-то решать вот в этой лекции мы поговорим только о самых простых причинах почему дети с аутизмом раз и подобными диагнозами могут затрудняться с освоением навыков личной гигиены потому что существуют случаи так сказать непростые но вот именно вот этот случай наиболее распространенный так что я думаю что это может помочь многим семьям наиболее частая причина вот таких трудностей это недоразвитие или повреждение центральной нервной системы в районе крестца и поясницы то есть это связано именно с повреждением нервных окончаний с повреждением или с недоразвитием каких-то элементов спинного мозга иногда иногда в этих же местах наблюдается повреждение самого позвоночника но это бывает довольно редко и тогда обычно есть еще дополнительные всякие симптомы если это происходит то тогда у ребенка естественно есть проблемы с чувствительностью с управлением органами малого таза и соответственно затруднения с приучением горшку здесь следует сказать что есть разница вот в этой области между мальчиками и девочками причем разница довольно существенная у мальчика проблемы с освоением горшка будут уже тогда когда недоразвитие cns имеется только в районе крестца у девочки в таких случаях обычно горшок днем идет нормально но ночью бывает так сказать ночное мочеиспускание то есть ночной норез если у девочки есть такие проблемы с горшком то следует предполагать что скорее всего есть недоразвитие повреждения центральной нервной системы не только в крестце но и в поясничном отделе возникает естественный вопрос что делать во первых нужно понимать что проблема она так сказать не потому что ребенок не хочет он может и хочет но не может и поэтому нет смысла и очень вредно например наказывать ребенка за это заставлять дрессировать то есть в этим просто ничего не добьетесь пока ребенок физически не готов то ничего не произойдет все останется там же только ребенок начнет от вас прятаться и в общем даже когда он будет уже готов к этому физиологически вы получите уже проблем другого порядка поэтому нужно так сказать ориентироваться на состояние ребенка стараться понять почему он так себя ведет почему вот это не происходит и исходя из этого уже предпринимать следующие шаги иногда эта проблема решается сама по себе к возрасту пяти шести лет то есть ребенок растет и во многих случаях ценность на этих участках доразвивается повреждения иногда заживают и ребенок вдруг осваивает так сказать горшок и прочие необходимые навыки и в общем как бы все выходит на другой уровень то есть семья начинает жить более нормальным образом если же к этому возрасту ничего не меняется и ребенок уже становится старше то и горшок все еще не освоен то общем скажем так надежда на то что проблема решится сама по себе становится все более призрачной и вряд ли какие-то родители захотят проверять на своем ребенке перерастет он у них или не перерастет думаю что любой скажем так вменяемый родитель захочет что-то предпринять для того чтобы ускорить развитие ребенка и помочь ему освоить необходимые навыки следующий вопрос у нас поэтому как этого достичь во первых надо постараться понять в чем же дело и на какой стадии развития находится центральная нервная система ребенка то есть способен ли он физически вообще освоить этот навык и если родители будут внимательно за ребенком наблюдать то они быстро поймут чувствует ли ребенок что происходит то есть чувствует ли он малую большую нужду или это случается самого по себе без того что он вообще это как-то осознает чувствует и прочее если ребенок вообще не фиксирует позывы то очень вероятно наличие сниженной чувствительности и проблем вообще управления в органах малого таза из-за недоразвития и повреждения центральной нервной системы в отделах крестца и поясницы можно ли этому помочь во многих случаях да для этого необходимо проводить процедуры которые будут стимулировать развитие этих отделов центральной нервной системы и выбор процедур здесь очень важен стимуляция должна быть естественной и не должна нанести ребенку вреда то есть это различные методики работы с телом причем нужно смотреть какие именно какие процедуры знаем лично мы которые мы видели эффект вот на тех детях которые были у нас в центре во первых это различного вида массажи необходимо искать специалиста который сертифицирован именно для работы с детьми то есть любой массажист не годится должен быть именно специалист который сделает то что надо при этом не повредит во вторых следующее так сказать множество процедур это некоторые приемы остеопатии например краниосакральная терапия здесь тоже самое замечание выборе специалиста становится еще более важным потому что остеопатии тоже есть различные скажем так приемы и человек который это делает должен четко понимать что он делает должен понимать особенности развития ребенка отличие его от взрослого и должен так сказать избегать вас возможность повредить очень могут помогать различные техники работы с телом например кинезиология нейрогимнастика и сейчас мы постоянно видим что возникают новые разработки в этих областях и некоторые из них тоже выглядят очень многообещающими и собственно по отзывам действительно они могут весьма помогать если все вот это вот правильно делать то в какой-то момент центральная нервная система ребенка развивается и ребенок начинает ощущать позывы на горшок проходит опять же какое-то время пока он понимает что происходит но в этот момент уже можно начинать так сказать какие-то педагогические уже приемы если ребенок не любит ощущение грязного памперса то это очень хорошо потому что в таком случае он просто приучится к горшку в тот момент как его тело созреет он будет к этому готов очень часто можно наблюдать такую так сказать ситуацию что ребенок освоил горшок для малой нужды а для большой он куда-то прячется и все равно делает штаны в этой ситуации не очень понятно почему ребенок так себя ведет потому что очевидно что он понимает что происходит то есть и позывы ощущает и понимает что вот есть горшок и для чего он и что надо делать и он даже знает что его поругают и непонятно почему тем не менее он убегает и все равно делает так как нельзя при том что он хорошо знает что нельзя то есть это видимо уже включаются какие-то психологические травмы связанные с ранним приучением горшку или может быть там еще заставлением короче сложно сказать но в общем эта ситуация у мальчиков во всяком случае очень часто и у девочек эта ситуация возникает несколько реже и практика показывает что ругать и наказывать мальчика в этой ситуации в общем-то бесполезно то есть он все равно убежит все равно спрячется и все равно сделает то что нельзя даже несмотря на то что его поругают и собственно эта проблема встречается столь часто то есть к нам обращалось такое количество матерей ровно вот с одним и тем же описанием сценария что мы даже сделали такую целительскую сказку для на эту тему сказка рассчитаны только для мальчиков для девочек ее включать не нужно и она работает весьма эффективно скажем так те матери которые обращались их дети уже слава богу вполне освоили и горшок и унитаз то есть сказка свое назначение выполнила в тот момент когда становится понятно она выложена сейчас в открытом доступе сделаю открытого ну так она называется про мальчика который какал в штаны так называется то есть сказка конечно своеобразный ну так и проблема своеобразная в тот момент когда становится понятно что ребенок понимает что происходит и что уже появились физиологические основания и условия для приучения его горшку то на этом этапе уже необходимо начинать так сказать ребенка мягко приучать как правило дети вполне так сказать идут за родителями то есть когда родители от них чего-то хочет то ребенок обычно хочет чтобы родителю было хорошо то есть он хочет чтобы его похвалили он старается сделать то что нужно и поэтому педагогические приемы как правило срабатывают для того чтобы ребенок освоил такой навык можно обратиться к дефектологу и есть дефектологи которые специализируются именно на этой проблеме иногда срабатывают самые простые приемы которые для любых детей используются то есть например там папа показывает мальчику как надо мама предлагает девочке скажем красивые трусики красивая платьица и многие девочки ну да мы все сороки даже с рождения поэтому это очень часто срабатывает девочка так хочет красивые трусики что быстро осваивает нужный навык иногда помогают психологические приемы когда ребенок должен сам убрать за собой и привести все в порядок это лучше работает для старших детей тут мы желаем вам успешно справиться со всеми проблемами хорошего дня до свидания до свидания